По всей видимости, Ethereum займет первое место в CoinMarketCap, подвинув даже биткоин. И ключ к этому успеху кроется в понимании того, что такое Layer 2. Мы сегодня поговорим об этой теме, разберем по косточкам Layer 2 решения и проекты, которые из себя представляют, по всей видимости, топливо для этой ракеты Виталика Бутерина. И навсегда разберемся в том, что такое роллапы, в какие стоит инвестировать и каким образом не упустить эту ракету. На всякий случай скажу, еще пока никуда эта ракета не улетела. Не так давно я публиковал в видео топ-5 фундаментальных монет. Кто не смотрел, ссылочка наверху, обязательно посмотрите. В них входили, по моему мнению, Bitcoin, Ethereum, Cosmos, Polkadot и Chia Network. По монете Chia Network есть отдельный плейлист на канале. Также ссылочка наверху. Про биткоин и токеномику есть прекрасный обзор Bitcoin Casino. Также ссылочка наверху и в описании к этому видео. Осталось подробно разобрать еще три фундаментальные монеты. Сегодня очередь Ethereum. Что такое Layer 2, Layer 3? Почему они вдруг стали появляться на блокчейне Ethereum? Для чего они нужны? Почему это и есть топливо, благодаря которому и отправятся? Эфириум? Куда там у меня? Для того, чтобы понять необходимость запуска Layer 2 решений, нужно вернуться к свойствам блокчейна. Какие главные задачи должен выполнять блокчейн? Первое. Безопасность. Второе. Децентрализация. Третье. Масштабируемость. К сожалению, все три свойства у того или иного блокчейна отсутствует. И в этом и есть трилемма. То есть проблема. Децентрализация и масштабируемость окей, но только в ущерб безопасности. Третьему свойству. И наоборот. Любые два из этих трех свойств можно сочетать в блокчейне. Ну, к примеру, безопасность, масштабируемость. Но никакой децентрализации, к сожалению, не будет. Блокчейн будет быстрый, будет безопасный, но при этом централизованный. Отдельный орган будет обеспечивать эту мнимую децентрализацию. По факту централизацию, которая позволит блокчейну работать быстро. Транзакции быстрые и дешевые. Яркий пример безопасного и масштабируемого это Ripple XRP. Монетки быстро летают, вы друг к другу можете отправлять, но никакой децентрализации там ею даже и не пахнет. Давайте биткоин разберем. Биткоин безопасный и децентрализованный, но масштабируемости нет. Нет, медленные транзакции, зато децентрализованные. Proof of Work алгоритм консенсуса биткоина. Люди могут манить, но они не могут никак обеспечить скорость транзакции. Поэтому биткоин-сеть одна из самых медленных. У эфириума такая же проблема тоже была, когда эфириум был на Proof of Work и манился видеокартами. В последующем, не так давно, эфириум перешел на Proof of Stake. Но даже этого недостаточно. На сегодняшний день в блокчейне эфириума не более 15 транзакций в секунду и не более 1 миллиона транзакций в сутки. В целом много, но, к сожалению, с такими характеристиками эфириум не может быть номер один и удовлетворять любые потребности клиентов. Таким образом, если представить, что Proof of Stake, алгоритм консенсуса эфириума, все-таки обеспечивает децентрализацию и безопасность, ведь именно валидаторы обеспечивают эту децентрализацию, и от количества эфириумов застейканных в пользу тех или иных валидаторов и определяется децентрализованный блокчейн или нет, давайте просто остановимся на том, что есть два из трех свойств. Безопасность и децентрализация. Масштабируемости, к сожалению, нет. А именно масштабируемость, то самое третье свойство, которое так необходимо. И чтобы решить задачу масштабируемости, появляются Layer 2 решения. Условно, эфириум это Layer 1, здесь децентрализация и безопасность те самые два из трех свойств. А третье свойство за счет Layer 2 решений, второго слова. Именно для этого Layer 2 и создаются. Но каким образом они решают масштабируемость, какие на сегодняшний день показатели, какие у них успехи и как это все работает. Сейчас разберемся. Итак, Layer 2 нам нужен для того, чтобы транзакции были быстрые и дешевые. То, чего не хватает эфириуму. Масштабируемость именно в этом и заключается. Остается, чтобы этот Layer 2 слой, он как бы наследовал децентрализацию и безопасность самого блокчейна эфириума. И, к счастью, Layer 2 решения, которые на сегодняшний день разрабатываются, соответствуют именно этим правилам. Достигается такая масштабируемость за счет шардинга. Огромное количество транзакций должно выполняться в Layer 2 во втором слое и уже зафиналиваться в виде одной транзакции в Layer 1 в основном эфириуме. После чего и наследуется децентрализация и безопасность. Давайте простой пример. Есть 100 транзакций, которые необходимо произвести. Они берут, формируются в один пакет эти 100 транзакций и уже в виде одной транзакции попадают в Layer 1. То есть, исполнение 100 транзакций происходит в виде такого пакета, объединяющегося в Layer 2 слои и передаются в виде одной транзакции. Вы часто слышали такое слово «роллапы»? Роллапы и означают упаковку большого количества транзакций, которые формируются в один такой объединенный пакет транзакций в Layer 2 и передаются после этой упаковки в основную сеть Layer 1, эфириум, но уже в виде одной транзакции. Таким образом, в эфириум сети платится всего за одну транзакцию. К примеру, сегодня она стоит примерно 4 доллара. Но эта комиссия делится между всеми транзакциями, которые были упакованы в пакет, к примеру, 100 транзакций. То есть, каждая транзакция в этом пакете платит по 4 цента. А вместе все 100 транзакций уплачивают в итоге в сумме 4 доллара, комиссию, которая есть в сети эфириум. Давайте теперь попробуем разобрать технику. В тот момент, когда в Layer 2 объединяются в пакет транзакций, к примеру, 10, 50 или 100 транзакций, здесь децентрализации безопасности еще нет. Той самой децентрализации эфириума. Но в тот момент, когда этот пакет транзакций большой передается в виде одной транзакции в сеть эфириум с уплатой комиссии тех самых на сегодняшний день 4 долларов, вот в этот момент децентрализация и безопасность эфириума вступает в игру. Таким образом, остается решить только надежность упаковки этих транзакций в один пакет, чтобы там все было честно. Но с этим чуть-чуть попозже. В результате получается так. Layer 2 это слой, который позволяет масштабировать эфириум сеть. Упаковывать пакетами данных много транзакций и передавать ее в виде одной уже в сеть эфириум, зафиналивая все эти транзакции навсегда и больше не возвращаясь к проверке данных. То есть, таким образом, Layer 2 снижает стоимость транзакций в 100 раз и при этом помогает эфириуму масштабироваться. А только представьте, сколько таких роллапов может быть. На сегодняшний день существует Optimism, Arbitrum, TheCasing, планировался проект Aztek и ряд других. И каждый из этих роллапов берет на себя упаковку большого объема транзакций для передачи только одной в сеть эфириум. Объединение пакетов транзакций в одну уже в сеть эфириум осуществляется двумя разными подходами. Один называется оптимистический, другой с нулевым разглашением. Отсюда и оптимистик роллапы, и Zero Novelage роллапы, ZK-роллап. Два подхода. И каждый из них работает по-своему. Некоторые отличия есть. Разница лишь в том, какие именно данные передаются в сеть эфириум L1 и как они проверяются. ZK-роллапы доказательства достоверности запускают вне цепи и публикуют доказательства в Layer 1. А оптимистик роллапы доказательства ошибок запускают в цепи только при подозрении на ошибку и должны быть проверены. Если вы хотите узнать подробнее, как технически устроены оптимистик роллапы и ZK-роллапы, в описании к этому видео обязательно будет. Ссылочка, перейдите и почитайте. Но при этом L2 решение строит не Виталик Бутерин. Это как бы отдают не то чтобы на аутсорс, а в комьюнити. Любой может разрабатывать L2 решение. Виталик Бутерин считает, что в этом случае, если они сами не будут создавать какой-то свой L2, в этом случае прогресс эфириума будет гораздо более масштабный. L2 решений будет очень много и таким образом сеть эфириум будет масштабироваться гораздо быстрее. На всякий случай я указываю в описании ссылочку, где вы сможете посмотреть на таблицу с анализом всех L2 решений и рисков. Есть риски. Дело в том, что L2 решения строят команды, в надежности которых, к сожалению, мы не можем быть уверены наверняка. И даже то, что делает Виталик Бутерин, проверить мы сами никак не можем. Можно полезть в код, проудировать этот код и так далее. Ошибки могут быть. И об этом на сайте эфириум.орг нас предупреждают. Поэтому использование L2 решений и их надежность остается вопросом, который требует еще какое-то время. Ведь это молодые команды, молодые стартапы и только развивающиеся технологии, которые разворачиваются в эфириум экосистеме. Давайте подведем итоги результатов запущенных уже сегодня L2 решений. На данный момент этот рынок около 10 миллиардов долларов. Количество транзакций в 4,5 раза больше, чем в сети эфириум. Ну, к слову, в эфириум сети в сутки 1 миллион транзакций, а количество транзакций в L2 4 миллиона. То есть в 4, 4,5 раза больше. Таким образом, эфириум на сегодняшний день уже масштабирован как минимум в 4 раза. А это уже немало. Представьте, если будет огромное количество рулапов, насколько мощно эфириум будет масштабироваться. На сегодняшний день стоимость комиссий в сети эфириум в 50-100 раз выше, чем в L2. И сейчас на ваших экранах табличка со стоимостью комиссий в L2 слоях и в эфириум сети. И она действительно сильно ниже. Это и понятно. Ведь 100 транзакций объединяют в один пакет. И только в виде одной транзакции этот пакет из большого количества транзакций отправляется в сеть эфириум. А комиссия взимается как за одну транзакцию в сети эфириум. Которая делится на все эти, к примеру, 100 транзакций в пакете. Именно из этого складывается средняя цена за транзакцию в L2 решении. Ну, если прям совсем на пальцах. Разумеется, Виталик Бутерин и команда следят за процессом масштабирования эфириум сети. И затем, какие именно рулапы появляются, от каких именно команд. В какие-то они, наверное, больше верят. В какие-то меньше. В какие-то инвестируют. И это наша задача. Понять, в какие именно рулапы инвестируют крупные фонды и важные, скажем так, маховики в эфириум экосистеме. На какие именно рулапы они делают ставку. Но уже сегодня можно с уверенностью сказать, и я бы сказал даже процитировать слова Виталика Бутерина. На смену оптимистическим рулапам придут рулапы с нулевым разглашением. ЗК рулапы. Поэтому ЗК рулапы на самом деле будущее. И делать ставку лучше, наверное, на них. Но когда именно ЗК рулапы начнут хайповать и активно применяться, мы увидим в скором будущем. А уже сегодня есть оптимистические рулапы. Такие, как, к примеру, проект Оптимизм, в который инвестировал Андрисен Хорвиц, Парадайм фонд. И IDO Арбитрум, в который также инвестировало огромное число других фондов. И масса-масса других рулапов. Некоторые из них указаны на сайте эфириум. И добавляются они на сайт эфириума после определенного, скажем, листинга и проверки. Но даже при этом команда эфириум не гарантирует безопасность таких продуктов. Будущее ЗК рулапов понимают, конечно, и оптимистические рулапы. Поэтому и Оптимизм, и Арбитрум, и такой проект, как Polygon, Токенматик, они заявляют о том, что ЗК рулапы у них тоже будет. То есть они работают над тем, чтобы в будущем предложить и ЗК рулапы в своих решениях. Давайте подведем итоги. Эфириум начинает масштабироваться. Уже в 4 раза больше транзакций, скажем, в экосистеме эфириум, чем максимум мог бы быть в сети эфириум layer 1. Соответственно, L2 действительно масштабируется. L2 предлагают другим проектам строить на их базе layer 3 решение и так далее. Становится понятно, что эфириум экосистема на самом деле на пути к масштабируемости. И это вопрос лишь времени. Поэтому очень многие блокчейны по факту отвалятся. И те качества, которыми хвастались раньше другие блокчейны, типа, посмотрите, эфириум медленный, а вот у нас блокчейн быстрый. Все эти вопросы отпадут. И эфириум на сегодняшний день становится тем блокчейном, который будет удовлетворять запросы большинства. В отдельном обзоре я обязательно разберу токеномику всех рулапов. Мы разберемся, в какой лучше инвестировать. Лучше это делать в оптимистические рулапы или сразу в ЗК рулапы. Какие проекты есть, какие у них токеномики, какие фонды инвестировали. Все посчитаем. Но на сегодняшний день я могу вам сказать с уверенностью. Никуда не опоздали. А монеты оптимистических рулапов, некоторых таких как Оптимизм и Арбитрум, Полигон, уже торгуются. Если Полигон существует давно и эта монета Матик дала уже много иксов из капитализации порядка 7 миллиардов сегодня, по сути возможно на дне рынка, то Оптимизм и Арбитрум еще никуда не улетал. Котировки этих токенов на ваших экранах мы еще никуда не опоздали. Более того, совсем скоро будут появляться монеты ЗК рулапов, таких как ЗК Синг, Старкнет. Мы везде успеем. Хайп в новом цикле, в следующем буллуране, будет основан именно на масштабируемости сети Эфириум и появлении таких рулапов, как Оптимистик рулапы и ЗК рулапы. И мы обязательно этот процесс роста рынка не упустим. Подытожить я бы хотел в следующем. Эфириум Layer 1, у него появляются Layer 2 решения, которые масштабируют сеть L1. Вам это ничего не напоминает? Эфириум на сегодняшний день, будучи L1 первым слоем, очень напоминает Layer 0, Cosmos и Polkadot. По сути, Гэвин Вуд, когда пошел создавать Polkadot, он, уйдя из Эфириум, будучи первым техническим директором Эфириум блокчейна, не согласно с тем вектором развития, который был Эфириум на тот момент, а это Proof of Work, он говорил о том, что нужно масштабирование. Нужно строить Proof of Stake блокчейн. И пошел строить Proof of Stake. При этом Layer 0 со следующим, скажем, слоем, который позволит масштабироваться теми самыми парачейнами, которые на базе L0 Polkadot запускают свои L1. Космос ровно то же самое. Космос это L0 решение и строят свои L1 на базе Космоса. На сегодняшний день Эфириум это L1, а строят L2 и L3. По сути, то же самое. Можно было бы сказать, что Эфириум это L0 сегодня, а все рулапы это L1. По аналогии с блокчейном Polkadot и Космос, при этом Эфириум перешел на Proof of Stake. Вот такая вот история. То есть, по сути, Эфириум, конечно, прогрессирует. Эфириум стал очень похож на идеологию, которую преследовал Гевен Вуд. Но отличия на самом деле все-таки есть. Поэтому лично мое мнение, Эфириум, конечно, не будет единственным блокчейном в этом мире, нашем криптовалютном. Место и Polkadot и Космосу обязательно останется. Таким образом, еще одна монета из топ-5 фундаментальных того самого обзора, который, скорее всего, вы смотрели, мы сегодня разобрали. L2, L3 в экосистеме Эфириум, масштабируемость, быстрые транзакции, дешевые транзакции. Все это в сети Эфириум появляется. Нам осталось рассмотреть еще и Polkadot и Космос под лупой. Мы это обязательно сделаем. А в следующем обзоре мы разберем все рулапы на сегодняшний день, посчитаем токеномику и поймем, стоит ли эти монеты покупать. А может быть, в них стоит ребалансироваться из каких-то других в наших портфелях.